всем привет меня зовут серега и знаете о чем подумал сегодня ребят на улице просто потрясающая погода солнце капает хотя на улице утром был минус 11 я подумал нам стоит с вами снова прогуляться и по району и сми я живу в этом районе не так давно где-то около трех месяцев и я об этом районе абсолютно ничего не знаю я знаю что здесь рядом есть только зоопарк к торговый центр рок кальмары и я знаю что есть какая-то прогулочная тропинка это мне сказали об этом спустя наверное полтора или два месяца что здесь вообще-то море рядом а я как-то проезжал на автобусе и даже не обращал внимание скажу вам честно и классный магазин максима 3x а давайте посмотрим обратную сторону талина потому что все привыкли нам показывать что особенно на youtube чеки как старый город все гулять по старому городу поэтому красивому средневековому центру но таллин не весь такой да все это знаю там может быть кто-то и не знает и вот сегодня мы с вами пройдем по району из мяи и вместе с вами я его поизучаю потому что три месяца я хожу только по одной дороге и куда-то может быть что-то скрывается что-то интересное в общем будет интересно посмотреть и его поизучать вместе с вами поэтому одеваемся и поехали ну что ребята я думаю первым делом мы конечно сходим на море естественно посмотрим эту тропинку что она из себя представляет а сейчас ребята хочу рассказать вам про эту арену то место где где исполнилась моя юношеская мечта я сходил здесь на концерт плейсиба это было что-то с чем-то я об этом мечтал просто не знаю скольки лет 16 вот и это был просто восторг я вам вставлю маленькие нарезки потому что было нельзя снимать они как-то были очень против они были как-то очень против того чтобы были камера не немножко такие за чтобы только звучала музыка и ты наслаждался здесь и сейчас но но мне удалось сделать пару кадров у некоторых прям отнимали охрана примать не мало телефона прямо выхватывал это немножко жестко вот но и мне кажется это был вот за весь год это такой один из очень ярких позитивных моментов в эстонии за этот год вот так ребят действительно я уже вижу море обалдеть я живу здесь три месяца я сюда не ходил здесь даже уточки меня встречают меня встречают уточки так куда побежали куда побежали а ну-ка стоять хотят меня бегут и у его чего боитесь ребята привет мне кажется я нашел с кем проводить здесь время вон там море и так понимаю это какой-то залив но плохо что здесь какие-то одни сплошные кусты эй друзья до встречи до встречи ребят я так понимаю я пришел к такому выводу что почему я не замечал море раньше потому что я вот все время иду и вижу только кусты и где-то вдалеке виднеется море туда я так понял что невозможно пройти ближе это минус конечно но знаете что меня привлекает вот там вот есть гора я не знаю как на камере то вот деревья какой-то холм не знаю вот туда мне хочется пройти может быть оттуда получится увидеть вид немного поинтереснее знаете что придумал у меня есть два цента пойдемте когда я вижу ручеек мне всегда хочется бросить монетку чтобы все желания исполнялись а это мне как никогда нужно поэтому тоже делайте так а вдруг а вдруг как говорится обязательно теперь обязательно сбудется так но мы идем с вами вот на этот холм продолжаем эти я нашел место где можно спуститься к морю е я ну что ребят и неожиданно я оказался где в лесу но на самом деле это неудивительно но я не знал что здесь рядом есть вот такой вот мини лес не мини лес не знаю война красота здесь исти в обоих в этом музей в оба ребята мы пришли к музею смотрите сколько открытий мы с вами сегодня сделали но ребята но классно я хотел как раз сегодня немножко чего-то удивиться а тут оказывается музей под боком ну что ребят я думаю дальше нет идти смысла потому что там один лес здесь лес музей и я думаю нам стоит с вами отправиться в другую часть уже ближе к дому потому что хочется показать тоже другую сторону другую сторону района потому что возле меня по другую сторону совсем немножко выглядит иначе но я очень рад что что здесь за рог кальмара очень клевое место я думаю когда это все растает когда солнце будет больше и теплее здесь очень приятно провести время ну что а мы идем дальше ну что ребята любая прогулка не может обойтись без еды снова немного фактов обо мне киевси было открыто где в кентукки мой взгляд какое совпадение а мой педагог по английскому бэттени она и с кентукки и это клево клево понимать это итак что я взял я взял американ твистер бэттени привет ты не будешь смотреть это видео потому что ты о нем не знаешь и так цена евро 85 кока-кола 205 за 390 мы сейчас перекусим ребята теперь немного истории истории районе из мая ранее местности смеи было известно также под немецким названием истонский из мая деревня под названием из мая расположена к северо-западу от музея под открытым небом была упомянута аж в 1697 году тридцать седьмом году государственной старейшины эстонии константин 5 передал писателю аугусту мялков пожизненное владение располагавшийся здесь хутор лакле остальные хутора были распределены между многодетными семьями и государственными чиновниками ничего себе в 60-х годах был поставлен план возведения большого городского района из мяи куда был и входил вяйки из мяи и сур из мяи нынешний микрорайон пикалиева боже мой ничего этого не знаю от этих планов отказались и в 1980-х годах к району пикалиева вернули его прежнее название а в 2000 году в северной части из мяи началось строительство роскошного жилого района мере раху морской покой эстонского баверли хиллс все а нам пора идти дальше что ребята вот мы и по другую сторону по другую сторону моего дома и другая сторона талина где нет моря и где просто обычный спальный район сейчас мы с вами прогуляемся и конечно же сейчас я покажу знаете вот здесь вот когда я хожу здесь то я здесь себя чувствую как дома потому что здесь все немножко напоминает до времена советской постройки сейчас вы это увидите сами зато здесь вполне комфортно тихо уютно потому что это напоминает твой дом может быть здесь что то есть очень очень интересное что я не видел здесь мы видим да отличная скейт-площадка мне кажется вполне неплохо и так песня для олдов его скейт-площадка так знаете мы сейчас куда-то мы сейчас с вами выходим здесь какой-то поток каток серьезно или что это лето озеро что это ребята я оказался в каком-то кругу я сейчас не понимаю что вы видите но здесь какой-то круг может быть это действительно озеро да это озеро прикольно прикольно любят да это скорее всего озеро камушки сейчас здесь так тихо ну что ребята мне кажется на этом я завершу сегодняшнюю прогулку по окрестностям моего дома по району и сми я понимаю что мы не все с вами прошли но на улице солнечно но мороз есть и и пишите в комментариях кто из сталинок что нужно посетить может быть здесь какое-то клевое место здесь который стоит на которое стоит обратить внимание я с удовольствием схожу туда и что вам еще интересно пишите свои вопросы я обязательно расскажу в общем что всем пока и до встречи пока пока